приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала для родственников человека попавшего в тюрьму его арест всегда является шоком большинство воспринимают это как непоправимую трагедию такая реакция вполне объяснимо но все же следует побыстрее ее преодолеть и взять себя в руки это необходимо так как люди пребывающие в шоковом состоянии не способны адекватные трезво оценивать реальные события принимать верные решения и эффективно эти решения реализовывать прежде всего нужно осознать что тюрьма не морг и не больница если бы ваш родственник попал в эти заведения дело бы обстояло гораздо хуже раз человек сидит в тюрьме то он скорее всего здоров и абсолютно точно жив это главное осознание этой простой мысли даст возможность продумать дальнейшие шаги по оказанию помощью зэку как только вам стало известно что ваш сын муж брат или сват находится в лапах у ментов нужно туда направить кого-то из родственников лучше если это будет мужчина женщину менты плохо воспримут как собеседника и обязательно не близкий родственник например дядя или двоюродный брат близкий родственник из-за сильного эмоционального фона не сможет все правильно понять и хорошо запомнить более того он начнет сильно раздражать ментов своими навязчивыми приставаниями там нужен человек с холодной головой они с горячим сердцем хоть менты разговаривают с родственниками задержанного неохотно все же от них можно узнать некоторую информацию с этого момента надо твердо запомнить в любых контактах с правоохранительными органами нужно при себе иметь все необходимые документы подтверждающие ваше родство паспорта соответствующими фотокарточками свидетельство о рождении браке и другие прежде всего не нужно пытаться дать взятку кому попало многие люди устроены таким образом что не имея возможности реально помочь своему близкому человеку и не понимая какая помощь его нужно не могут спать и есть пока не сделают хоть что-то например пока не дадут кому-то бабки только тогда они немного успокаиваются не надо этого делать приберегите деньги они еще могут пригодиться для настоящей нужды как можно быстрее нужно найти адвоката поспрашивайте знакомых и соседей наверняка кто-то даст телефон адвоката который уже кому-то помог при этом не хватайтесь за первую попавшуюся возможность поищите еще два-три часа ничего не решат зато появится выбор имейте в виду как только адвокат войдет в дело отношение ментов к задержанному изменится если за спиной у зэка имеется профессионал это конечно не значит что все его права вдруг станут соблюдаться не станут но нарушаться они будут уже более осмотрительно и стало быть меньше определенную суету нужно проявлять до того момента пока вашего родственника не арестовали задержание и арест разные вещи задерживают менты а санкцию на арест позже дает судья после ареста нужно забыть о быстроте действий и думать только об их качестве спешить уже некуда если не получается контакт с операми которые осуществляли задержание можно попытаться поговорить с начальником розыска или еще лучше с начальником следствия именно он определит какому следователю дать дело а следователи бывают разные умные и глупые послушные и не очень жадные и очень жадные главное нужно понимать суровую правду первые дни после задержания ваши финансовые затраты имеются в виду полезные затраты составляют 10 процентов от тех затрат которые уйдут на адвокатов и суд по следующим здесь точно по пословице куй железо пока горячо вскоре арестованный из ивс будет направлен в сизо который теперь станет на какое-то время его домом печально но это так если в ивс для того чтобы сдать передачу нужно с кем-то договариваться то в тюрьме на это уже ничьих разрешений не требуется прежде чем вести в тюрьму что попало лучше подъехать туда зайти в помещение где находятся родственники зэков обязательно прочитать все что написано на стендах и записать основное это полная информация правда из-за канцелярского стиля она плохо укладывается в голове поэтому поспрашивайте у людей имеющих опыт в этом деле у родственников некоторых заключенных этот печальный опыт составляет несколько лет этих людей очень легко узнать они держатся уверенно и свободно общаются за длительное время они успели познакомиться друг с другом они охотно вам помогут опасайтесь аферистов с утолоки помещения приема передач постоянно трутся проходимцы не так уж редко они просто уводят сумки зазевавшихся родственников примечательно что все эти мерзавцы ранее судимы тут же крутятся и мошенники готовые помочь в ускоренном приеме продуктов похлопотать о представлении свидания и так далее не ведитесь вас кинут любой вопрос потребность решение которого у вас возникло сперва пробуйте решить официально к сожалению многих людей жизнь научила тому что все проблемы можно решить только в обход закона это не всегда так не нужно сразу ломиться в окно двери могут оказаться не запертыми есть проблема идите на прием к руководству сизо 5 дней в неделю начальник или кто-то из его заместителей проводят такой прием у более опытных родственников узнайте кому именно лучше обратиться с вашим вопросом так как один допустим окажется дураком 2 лодырем 3 хамом а четвертый психопатом выберите подходящего вполне вероятно что ваша проблема может решиться просто во всяком случае все необходимое вам разъяснят свидание с заключенным администрация сизо предоставит только в том случае если имеется разрешение следователя или судьи когда дело будет передано в суд старайтесь это разрешение добыть и хотя вероятность успеха очень мало пробовать нужно постоянно если разрешение на свидание получено продумайте все темы которые надо обговорить время свидания ограничено своего родственника вы увидите через стекло а то и через два и говорить с ним будете по телефону пусть вас не смущает что разговор будет прослушиваться принципе сотрудники тюрьмы обязаны контролировать разговоры на свидании но это делается крайне редко лень да и свидание предоставляется одновременно нескольким зэкам а технические возможности позволяют одновременно слушать только один разговор но и лишнего болтать не надо серьезная проблема получения информации о здоровье арестанта и реальная помощь ему здесь существует четыре пути и их все нужно использовать это сведения полученные от адвоката сведения полученные от следователя результат разговора с тюремным медиком информация из записок которые вполне возможно нелегально пришлет ваш родственник проблема сохранения здоровья арестанта пожалуй самая серьезная из всех возможных проблем заболеть в тюрьме очень легко не приведи господь кому-то оказаться в положении людей чей родственник умер за решеткой до конца жизни их будет мучить осознание того что они могли хоть чем-то помочь близкому человеку но не сделали этого поэтому даже если ваш арестант здоров как страус не стесняйтесь в первую очередь интересоваться у адвоката не ходом уголовного дела а его здоровьем доставайте тюремных медиков они тоже должны общаться с родственниками заключенных и в случае необходимости немедленно везите нужные лекарства как только ваш родственник попал в тюрьму возьмите об этом справку она выдается или продается за небольшую сумму там же где принимают передачи копия этой справки рассылайте в жек и коммунальные службы и прекращайте платить за родственника он теперь прописан другой квартире когда уголовное дело подойдет к вынесению приговора подайте на имя начальника сизо заявления с просьбой направить вашего родственника отбывать наказание куда-нибудь поближе просьбу нужно обосновать престарелые и больные родители маленький ребенок трудное финансовое положение в общем нужно указать причину не позволяющие вам далеко ездить на свидание это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам